Здравствуйте! Посмотрите информационную программу событий в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре на 16% выросло количество пассажиров, добирающихся до дачных участков на общественном транспорте. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании в городской администрации, которое провела глава города Елена Лапушкина. Сезон перевозок стартовал 1 мая. Сейчас на маршрутах работают 110 автобусов средней и большой вместимости. 53 из них курсируют в будние, 57 – в выходные дни. Добраться до дач можно с пригородного автовокзала проспекта Ленина, с улиц Георгия Димитрова, Бакинской, с площади Кирова, автостанции Аврора, Хлебной площади, из поселка Управленческий, а также с остановок, завод Металлург и дом Печати. Тарифы на дачные перевозки остались на уровне 2019 года. Цены не повышали. По словам сотрудников профильного департамента, перед выходом на линию весь транспорт дезинфицируют. Пассажиров без средства индивидуальной защиты в салон не пускают. Мы осуществляем посадку и обеличение пассажиров непосредственно перед автобусом и, соответственно, при наличии у пассажира средства индивидуальной защиты масок. В Самаре прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обсудили уровень преступности среди подростков и подготовку к летним каникулам. В пришкольных лагерях отдохнут более 15 тысяч детей. Мэри Елчан расскажет подробности. С начала этого года в Самаре выявили и поставили на учет 21 преступную группу несовершеннолетних, в состав которых вошли 42 подростка. Среди самых частных преступлений – кражи. Для того, чтобы снизить преступность среди учащихся образовательных учреждений, сотрудники полиции регулярно проводят лекции и беседы об уголовной и административной ответственности. На постоянной основе ведется мониторинг интернета, чтобы выявить группы в социальных сетях, публикующие экстремистский, суицидальный и депрессивный контент. Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений. За три месяца 2021 года в отделы полиции поступило 110 заявлений о розыске. За аналогичный период прошлого года – 128. О насущных вопросах, которые касаются трудных подростков, поговорили на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. По словам надзорных ведомств, в целом ситуация с подростковой преступностью улучшается. По сравнению с прошлым годом зарегистрировали снижение преступности более чем на 60%. Тема, конечно, она приоритетная, потому что безопасность наших детей – это самое первое, что у нас есть. У нас преступность детская пошла на снижение по итогам квартала, по итогам апреля месяца. Поэтому оценивается она как положительная достаточно. Но будем работать, будем рассматривать, будем привлекать органы всей профилактики, чтобы у нас так дальше и продолжалось. Говорили и об организации профильных смен в загородных лагерях. Летом в Самаре будут работать 7 учреждений с круглосуточным пребыванием. Планируется охватить свыше 4,5 тысяч детей. В первую очередь отдых и оздоровление обеспечат детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, особое внимание безопасности воспитанников лагерей. Для обеспечения условий безопасного, комфортного отдыха проводится ежегодная работа. В данный момент на этой неделе у нас осуществляется комиссионная проверка оздоровительных лагерей с представителями, в том числе федеральных структур, МЧС, Роспотребнадзора. До конца этой недели запланировано заседание межведомственной комиссии по итогам проверок лагерей. Одно из эффективных средств профилактики девиантного поведения детей и молодежи – занятия физической культурой и спортом. За лето планируют организовать и провести спортивные мероприятия с привлечением максимального количества несовершеннолетних, которые состоят на различных видах учета. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 64 224 человека. За сутки выздоровели 115 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 61 321 пациент. В регионе продолжается добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. Уже больше 300 тысяч жителей области сделали прививку. В Чапаевске жители прививаются в мобильном пункте. Подробности расскажет Сергей Кизоркин. В Чапаевск приехал мобильный прививочный пункт. В городе проходит добровольная бесплатная вакцинация. Местные жители заботу оценили. Галина Виляева работает в архитектурном отделе городской администрации. Чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить других, решила сделать прививку от опасной болезни. Не хочу болеть. Я хочу путешествовать. Я боюсь заразить своих родных и близких, которым уже 60. Привиться в Чапаевске можно и в процедурных кабинетах поликлиники, а ночью еще и в городской больнице. Процедура везде проходит одинаково с собой. Необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация двухэтапна. Второй компонент вводится через три недели после первой прививки. Пациенты сами выбирают, как им удобно, куда им удобно. И все возможности для проведения вакцинации нами реализованы. При отсутствии противопоказаний. Сначала их обязательно осматривает доктор. Что касается людей, могут прийти люди просто с улицы. О том, что мобильный комплекс стоит здесь, они были оповещены. Вот насколько я сейчас подходил, несколько человек уже таких есть, которые пришли именно на вакцинацию и ревакцинацию. То есть поэтому минимум мы планируем порядка 40 человек. Чтобы сформировался общественный иммунитет, нужно, чтобы не менее 60% жителей региона прошли вакцинацию. Сейчас в области больше 24% от необходимых 60% привились. Первый компонент получили почти 375 тысяч жителей. Из них вторым компонентом привито уже более 300 тысяч человек. Масочный режим и социальную дистанцию по-прежнему необходимо соблюдать всем. Сергей Кизоркин, события. Пошел второй год, как в регионе действует масочный режим в связи с пандемией коронавируса. И если сравнивать с началом мая, то сейчас статистика вновь демонстрирует переменные скачки заболеваемости. Даже в условиях 30-ти градусной жары риск заражения сохраняется. Поэтому режим использования защиты дыхания обязателен для всех. Рейды по выявлению нарушений в общественном городском транспорте продолжаются. Сегодня в одном из них приняла участие наш корреспондент Гульфия Сафина. Жаркая погода не повод нарушать масочный режим. Тем более миф о том, что COVID-19 погибает в жару, развеян еще в прошлом году. Статистика заболеваемости в регионе остается высокой. А значит и масочный режим никто не отменял. Рейды с участием сотрудников полиции, которые проверяют соблюдение антиковидного режима, в Самаре проходят каждый день. Многие пассажиры жалуются и говорят, что в маске ехать тяжело, носить ее некомфортно, в ней дышать сложно. Но ситуацию с коронавирусом ее, к сожалению, никто не отменял. И поэтому нужно, конечно, защищать себя, нужно защищать окружающих. И нужно соблюдать требования о ношении масок. В метро, трамваях, автобусах и маршрутных такси проверки проходят во всех видах транспорта. Если гражданин категорически отказывается надевать маску, ему выпишут штраф, верхняя граница которого 30 тысяч рублей. Только за последние 8 месяцев в городе составили 389 протоколов на тех, кто принципиально отказывался надевать маску. Три из них на минувшей неделе, один этим утром. Куда вы направлялись? Домой. Откуда? С работы. А почему без маски? Забыл. Первый раз. Чаще всего у пассажиров у всех есть защитные средства. Они после такого предупреждения надевают защитные средства. Если кто-то принципиально идет на конфликт, тогда уже экипаж останавливается и не продолжает движение. Приходилось высаживать когда-нибудь? Да. Как реагирует чаще? По-всякому. Все люди разные. Как заходят без маски, я говорю. Оденьте, пожалуйста, маску. Требование по поводу ношения масок распространяется и на работников транспорта. Если кондуктор или водитель окажется в салоне без средства защиты, ему может грозить дисциплинарная ответственность. Полное снятие масочного режима возможно лишь при нормализации обстановки с вирусом. Режим актуален до особого распоряжения штаба по борьбе с инфекцией. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. В Самарских крыльях Советов кадровые перемены свои посты покинули председатель Совета директоров Сергей Ракилов и генеральный директор клуба Евгений Колокутский. Совет директоров возглавил Андрей Кислов, депутат Самарской губернской думы, а гендиректором стал Вадим Андреев, управляющий стадионом Казань-Арена. Напомню, клуб в этом году получил повышение в статусе, перешел из футбольной национальной лиги в российскую премьер-лигу. И вот как нам прокомментировал ситуацию бывший гендиректор Крыльев Евгений Колокутский. Клуб, на мой взгляд, имеет все предпосылки, чтобы решать спортивные задачи на другом уровне. И хочется пожелать, конечно, удачи. Суперфутбольный регион, болельщики, исторически один из самых посещаемых, прекрасный стадион. Очень хотелось бы, чтобы команда достойно выглядела и выступала в премьер-линии. Долгий период времени. Эфир продолжат. Новости экономики Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, государство будет выплачивать деньги на продукты? Такую резолюцию действительно подготовила Торгово-промышленная палата России. Как это будет работать, расскажу сразу после курсов валют. Курс доллара на 25 мая 73 рубля 52 копейки. Евро 89 рублей 68 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 67 долларов 43 цента за баррель. Торгово-промышленная палата России подготовила резолюцию с предложением целевых выплат на приобретение продуктов питания для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Безработных или семей с детьми, доходы которых ниже прожиточного минимума. По мнению экономистов, нужно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующих их растущие издержки и программ адресной помощи гражданам, говорится в тексте резолюции. Как уточняется, указанные меры поддержки касаются конкретных граждан, которые стоят на учете на бирже труда, или семей, чьи доходы равняются или не доходят до уровня прожиточного минимума. В частности, резолюция подразумевает целевые выплаты для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня потребительской корзины. Ажиотаж на рынке жилья в России продолжается. Причем теперь общая переплата по льготной ипотеке даже выше, чем по обычному ипотечному кредиту. Выгода минимальная. Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91% квартир, то сейчас только 84%. Недвижимость подорожала практически во всех регионах России в среднем на 10%. Если в первом квартале 2020 года ипотеке было выдано на 812 миллиардов рублей, то за тот же период 2021 года таких кредитов выдали на 1,1 триллиона рублей. Более всего востребовано новое жилье в Москве и в Московской области. Глава Тесла и SpaceX Илон Маск анонсировал официальный выход его компании на рынке России, Казахстана и СНГ уже в ближайшее время. Такое заявление он сделал на российском марафоне «Новое знание», выступая по видеосвязи. Марафон стартовал 20 мая в Москве. Параллельно он проходит в семи городах России – Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Калининграде и Новосибирске. Согласно данным аналитиков, на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 легковых электромобилей. За последний год объем этого парка вырос на 71%, чему во многом способствовала отмена ввозных пошлин на электрокары для стран Таможенного Союза. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. С мая по август в Самару прилетают стаи стрижей. Несмотря на то, что птицы привыкли к городской жизни, часто они встречают препятствия на своем пути и полет может закончиться трагедией. Мария Левина убедилась, что благодаря небезразличным людям все-таки можно рассчитывать на хэппи-энд. Вместе с первым теплом в начале мая в Самару прилетают стаи стрижей. Птицы уже давно предпочитают жить в городе. Они вьют гнезда в жилых домах и выводят здесь потомство. Всю жизнь стрижи проводят в небе. Увидеть их на земле можно лишь в том случае, если произошла трагедия. Птица встретила на своем пути препятствия – провода или, например, кондиционер. Именно такую птаху нашла возле своего дома Ольга Калгурина. Вот уже неделю птица живет у нее дома. За это время стало поживее, рассказывает Ольга. Я взяла его домой, еще понятия не имея, что с ним делать. Когда я принесла его домой, благо сейчас есть интернет, я стала изучать, что же с ним делать, как же его содержать, выхаживать, лечить. Потом начала смотреть, как кормить. Оказывается, нужно его тряпочкой как в кокон обмотать, потому что он не дастся. Сам он не ест. Нужно правильно открыть ротик, выложить пинцетом вот этого сверчка вовнутрь. Но сейчас он мне уже помогает. Сейчас я его держу и он уже просто, прям даже пальцами вкладываю, и он уже сам глотает. Еще недавно бытовало мнение, что упавшего на землю стрижа нельзя брать в квартиры. Достаточно его немного подтолкнуть, и птица взлетит сама. Сегодня орнитологи категорически с этим мнением не согласны. Если птица оказалась на земле, значит, она получила травму и взлететь сама не может. В этом случае помогать ей подталкивать или тем более сбрасывать с большой высоты в надежде, что вот-вот сейчас птица воспарит в небеса, уж точно не стоит. Стриж – самая быстрая летающая птица в мире. Она может развивать скорость до 250 км в час. В случае, если она не найдет питания в Самаре, легко может слетать на ланч, к примеру, в Африку, и уже на следующий день вернуться обратно. Но за это время могут пострадать птенцы, которые, оставшись без корма, способны выпрыгнуть из гнезда и получить травмы. Люди с стрижами появляются очень часто, в день бывает по несколько раз. Это как и взрослые особи, так и молодежь потом, когда уже выводят птенцов. Подкидывать – нет. Если здоровая птица, достаточно просто раскрыть руки, и она сама полетит. Если птица не летит, то ее лучше принести к ветврачу и осмотреть. Потому что если у птицы будет травма крыла, либо травма ноги, и вы подкинете, то будут еще дополнительные ушибы. Выходить стрижа непросто. Если вы нашли пострадавшую птицу, нужно посоветоваться со знающими людьми, как с ней обращаться. Сделать это можно в соцсетях в группе «Стрижи Самара». Например, помещать птицу в клетку нельзя, она может еще больше травмировать крылья. Ей нужна коробка, причем закрытая, в которую не проникает свет. Питаются эти пернатые только насекомыми, предпочитают сверчков. И самое сложное в этом деле – это выкормить его, и чтобы к концу этого выкармливания он смог улететь. То есть сейчас такие стрижи, если неправильно их кормят, остаются на так называемом ПМЖ. Это будет недешевое занятие выкармливания. Потому что, чтобы подготовить птицу к возвращению в природу, необходимо кормить стрижа только живыми насекомыми. Реабилитация стрижа может занять от недели до нескольких месяцев. И тогда птица вновь сможет расправить свои крылья и воспарить над землей. Мария Левина, Василий Калдашов. События. В конце мая весь мир отмечает День черепах. Придумал этот праздник в начале 21 века американский ученый, который таким образом решил привлечь внимание к резкому сокращению популяции этих животных. Как черепах характеризуют в Самарском зоопарке, расскажем в сюжете. Пару лет назад семья Сергеевых обзавелась новым другом. Надежды на простой уход за четырехлапым любимцем развеялись практически сразу. Красноухая черепаха Томас оказалась на редкости активна. Требует постоянного внимания и особых условий содержания. Например, наличие ультрафиолетовой лампы. Черепаха просится на руку. Он реально просится на руку. Его таскаем по квартире, подносим к окну. Он любит смотреть в окно. Он любит сидеть на руках. Он любит ползать по кровати. Он очень сильно любит бегать, прыгать, скакать. Нас не боится. То есть черепаха какая реакция? Спрятать, сникаться. А тут получается так, что он просто любит нас. И мы его тоже любим. Получить консультацию об уходе за питомцем семья пришла в Самарский зоопарк, где живут 30 видов этих присмыкающихся из Китая, Таиланда и Америки. Средняя продолжительность жизни заморских особей 60 лет. А вот местная болотная черепаха способна прожить вдвое больше. Впрочем, продолжительность жизни этих животных зависит от качества ухода за ними. Ни в коем случае нельзя поступать так, как говорил кот Матрос, к шарику, чтобы вместо тебя лучший дядя Федор завел черепаху в коробочке. То есть вот такие условия ни в коем случае не подходят для черепахи. Свободное содержание по квартире. Как и любое другое животное, черепаха требует определенных условий содержания. Если их не соблюдать, к сожалению, черепаха начинает болеть, и это заканчивается плачевно. В мире насчитывается 328 видов черепах. Это одно из самых древних животных, которое уже превратилось в тотем, символизирующий мудрость, богатство и процветание. В начале 21 века американское общество спасения черепах забило тревогу. Число особей стало резко сокращаться. Чтобы переломить ситуацию, был учрежден Всемирный день черепах. Он отмечается в конце мая. В Самарском зоопарке в этот день горожанам рассказали об основных правилах ухода и показали, как их нужно кормить. Мария Левина, Николай Сидоров, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Кенеле на озере Ладное в выходные утонул 10-летний ребенок. Мальчика без сознания с глубины поднял свидетель происшествия. Ребенку пытались оказать первую помощь, но когда приехала скорая, врачи констатировали смерть. По предварительной информации, родителей мальчика в момент происшествия рядом не было. Спасатели предупреждают, сейчас вода теплая только на поверхности, а в глубине холодная и может вызвать судороги. В Самаре в выходные ночью произошло ДТП на Фронзенском мосту. Точная картина происшествия устанавливается. Известно, что авария произошла на полосе движения, ведущей к историческому центру города. Очевидцы в социальных сетях опубликовали снимки, на которых видны автомобиль Киа Соренто и мужчина, лежащего у отбойника. Известно, что пострадали в аварии два человека – водитель и пассажир Киа. Судя по повреждениям на иномарке, машина на большой скорости несколько раз ударилась о конструкции моста. В воскресенье пожарные Самары выезжали по тревоге в один из торговых центров города. В империи сработала пожарная сигнализация. Сообщение на пульт дежурного поступило в 17.16. Из торгового центра эвакуировали 500 человек. Прибывшие подразделения установили, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения. Эвакуация в этом торговом центре проходит не первый раз. Осенью 2019 года посетителей и продавцов магазина выводили на улицу из-за подозрительной сумки. Ее нашли в фитнес-центре. Сегодня день славянской письменности и культуры. Этот государственно-церковный праздник знаменует неразрывность многовековой истории славян, общность их духовно-нравственных ценностей, ключевую роль современной России в сохранении богатого культурно-исторического наследия славянских народов. День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей азбуки, отмечается уже много веков. Однако статус официального этот праздник приобрел в России с 1991 года. Таким образом, в нынешнем году он отмечает свой 30-й юбилей. В Самаре одним из знаковых мест, где проходят праздничные мероприятия, является храм святых Кирилла и Мефодия, перед которым в честь братьев-первоучителей установлен памятник. В этом году исполняется 20 лет Самарской областной общественной организации Осетинский национально-культурный центр Алания. Она помогает возрождать и сохранять традиции осетин, проживающих на территории Самарской области, а также воспитывать патриотизм и уважение к национальным традициям. Накануне филармонии чествовали ювеляров. Об этом расскажет Елена Чернявская. Эта дата значимая и волнительная. С одной стороны, время подведения итогов, определения новых целей и перспектив, а с другой – радость о достижении, осознании значимости и востребованности собственной деятельности. За прошедшие годы центр проделал огромную работу и завоевал заслуженный авторитет как среди жителей Самарской области, так и у представителей власти. Это очень важная дата и большой юбилей. 20 лет – это уже достаточно долго, чтобы доказать, что центр и его творческие коллективы нужны и городу, и области. А с другой стороны, это очень ранний возраст для коллектива, и я уверена, что у них еще все впереди. За это время они достойно себя показали, проводят много различных мероприятий с руководством Самарской управления культуры. Я думаю, что это все и в дальнейшем продолжится. Ежегодный центр проводит встречи, посвященные таким осетинским национальным праздникам, как День Святого Георгия, День Святого Хитага, День Осетинского языка и литературы. Осетинский национально-культурный центр «Алания» принимает активное участие во многих праздниках, направленных на укрепление дружбы народов и единства. Каждый народ, проживающий в Самарской области, уникален по-своему. Осетинский национально-культурный центр «Алания», который сегодня празднует свое 20-летие, уникален по-своему. Хочется вспомнить строки замечательного осетинского поэта Коста Ливановича Хитагурова. «Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня, вселенная – отечество мое». Сегодняшний праздник также распространяет свое влияние на все национальности. Дружба действительно не имеет границ, действительно не имеет границ культура, культура каждого народа. Вдали от исторической родины предков дети продолжают изучать родной язык. При национально-культурном центре «Алания» ведет активную работу воскресная школа осетинского языка и литературы для детей. За 20 лет осетинский национально-культурный центр «Алания» прошел большой путь, объединив и сплотив вокруг себя не только осетин, живущих в Самарской области, но и людей других национальностей. Украшением любого межнационального праздника в Самарской области является Народный хореографический ансамбль «Амонт». Елена Чернявская, Григорий Пришаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!